Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые скорпионы. Вы на канале Тартология и я, Людмила. Сегодня предлагаю вам расклад для вас, скорпионы, на следующий месяц, на ноябрь месяц 2020 год. Итак, давайте же посмотрим, что ожидает вас, уважаемые скорпионы, в следующем месяце, в ноябре 2020 года. Как будет складываться для вас месяц? Смотрим. Правосудие, карта правосудия, пятерочка пентаклей, рыцарь мечей и иерофант. Хочу перекрыть две карты старшего аркана, правосудие и иерофанта, о чем они нам говорят. Правосудие, опять же, жрица, очень интересно получается, и рыцарь посохов. Ну что ж, дорогие мои скорпионы, какой-то месяц для вас очень такой тяжелый и весомый. И я бы даже сказала, что, ну, нельзя сказать, что неудачный, но вот какой-то такой, знаете, серьезный, нет, не неудачный, а серьезный. Вот вам нужно будет принимать какие-то очень серьезные решения в ноябре месяце. Значит, давайте начнем по порядку. Что не должно быть и чего не будет, потому что месяц складывается, как я сказала, тяжело, и нужно будет принимать серьезные решения, поэтому хаотичность не должна присутствовать в ноябре. То есть она уходит на дальний план, и ее не будет, то есть вы не будете действовать хаотично. Хорошо. Дальше. Тон месяц создает карта пятерка Пентаклей. Пятерка Пентаклей – это потеря денег, потеря, может быть, кто-то вас обманет, какие-то мошенники, может быть, вы потеряете кошелек, может быть, вам не выплатят зарплату, может быть, какой-то контракт сорвется. Ну, в общем, денежка будет потеряна, и вы будете очень и очень этим опечалены. И поэтому, что идет утечка вашего финансового положения, вы должны будете принимать, и об этом говорит правосудие, очень серьезные решения. То есть вы должны будете все тщательно, ребята, взвешивать, все за и против, потому что, ну, ситуация будет складываться так. И я бы даже сказала, что карта вам подсказывает здесь, в этом случае, положиться на свою интуицию. Ребята, она у вас работает очень хорошо. Выводный знак. У вас интуиция очень развита. И вот в ноябре она вам как никогда, ранее, она вам понадобится. То есть все вот эти вот решения, вот логику отбросьте, пожалуйста, в ноябре в сторону. Прислушайтесь к себе, и первое, вот какая мысль вам идет, вот она самая правильная, и вот ее старайтесь уловить в ноябре месяце. Иерофант, церковь, Бог, отношение к религии, нет. Ну, те, кто ходят в церковь, да, это у вас там будет на первом плане в ноябре. Кто нет, значит, у вас там проявляется какой-то момент, человек появляется, который вам нужно будет, которого вам нужно будет прислушаться. Это будет не ваш родной родственник и не какой-то ваш начальник. Это будет как духовный наставник, которого вы должны будете тоже, как говорится, выловить из толпы и увидеть его, и его прислушаться. То есть жрица с Иерофантом вам повторят в одно и то же, то есть интуиция ваша должна быть на высоте, и вы должны найти этого духовного наставника и опять же к нему прислушаться, и к своей интуиции. Что вас может расстроить? Вас могут расстроить какие-то известия, которые придут опять же к вам либо по почте, либо кто-то вам там где-то скажет что-то по интернету, где-то вы услышите. Но, в общем, какая-то информация до вас дойдет, которая, в общем-то, вас опечалит. Ну что ж, вот такой получился месяц. Те, кто забежал ко мне впервые, оставайтесь. В конце ноября будем смотреть, буду давать расклад на декабрь. Так что следите за моими выпусками и подпишитесь, если не подписаны. Я буду вам очень благодарна. Спасибо всем. С вами была Людмила, канал Тартология. И я желаю вам всех благ, здоровья и благополучия. Всем пока.